Уважаемые коллеги, давайте перейдем к следующему разбору клинического случая. Отделение неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения на базе регионального судистого центра номер 2. Городской больницы номер 2 имеет 24 койки, из которых 4 питовские. За отчетный период за прошедший год пролечено 448 пациентов с ишемическим инсультом. Из них пациенты со следующими подтипами инсульта представлены с атеротромботическим подтипом около 20%, с кардиомболическим 28% и неустановленный подтип аж 50%. Что такое неустановленный подтип? Это подтип инсульта, когда мы явно не увидели какую-либо причину для его возникновения. По результатам крупнейшего популяционного исследования, проведенного на основе когорты Oxford Vascular Study, криптогенный инсульт установлен с использованием классификации TOAST у 32 пациентов. Соответственно, у нас 20% пациентов в нашем отделении, они недообследованы, они могли попасть в когорту кардиомболического, допустим, инсульта. Сердечесудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности населения. Цереброваскулярная патология занимает второе место в причинах смерти от болезни системы кровообращения после ишемической болезни сердца. Криптогенный инсульт, инсульт, у которого нет особой причины явной, составляет от 10 до 40% больных с ишемическим инсультом. Определение механизма криптогенного инсульта необходимо для подбора эффективной вторичной профилактики. Около 25% взрослых в популяции имеют открытое овальное окно. Многим из них никакое лечение не требуется, и данная малая аномалия развития сердца не вызывает никакой симптоматики. Однако при определенных условиях наличие открытого овального окна может приводить к парадоксальной эмболии и, соответственно, ишемическому инсульту. На данном слайде представлена эмбриональная закладка открытого овального окна. Она формируется из первичных и вторичных перегородок. Ну и, соответственно, ко второму году жизни у большинства людей открытое овальное окно закрывается, и на месте межпредсердного сообщения имеется просто овальная ямка. Ну и, соответственно, у 25% людей эта часть функционально может быть активной при определенных условиях. На слайде снизу представлен УЗИ-скан, где снизу два предсердия, справа левые отделы, слева правые отделы. И, собственно, вот межпредсердный перегородок. Клинический случай. Мужчина, 28 лет, спортивного телосложения. Хронических заболеваний у него нет. У врача никогда не наблюдался, в том числе в детстве. Курил когда-то сигареты, то бросал, то возвращался вновь к курению. В настоящее время покуривает вейп-систему. Алкоголем сильно не злоупотребляют, но по вечерам баночка пива присутствует. То есть имеется какое-то пагубное потребление алкоголя. У него возникло ухудшение на работе на фоне полного благополучия. Опустился правый уголок рта, нарушилась речь, появилась слабость правой руки. Он вызвал скорую помощь. Доставлен в первичное сосудистое отделение в районе, где проживает. Там проведена компьютерная томография головного мозга. Очагового в патологии обнаружено не было. По степени тяжести, по них у пациента было менее 4 баллов. Тромболитическая терапия ему не была показана. Через двое суток пациент доставлен в РСЦ-2 городской больницы номер 2 после проведения магнитно-резонансной томографии головного мозга в городе Братске, где в области базальных ядер слева отмечается зона острой ишемии размером 4х2-4х3 см. Признаков геморрагического пропитывания нет. Клиника у него уже уменьшилась. Остался небольшой легкий порез. Речевые нарушения ушли. Уголок рта тоже вернулся в исходную норму. По обследованию по УЗИ БЦА, по транскраниальному доплерскому сканированию артерий головного мозга, по эхокардиографии, патологии никакой не выявлено. Из факторов риска у пациента только курение, можно сказать. Ну и, соответственно, в качестве, скажем так, такого эксперимента небольшого с марта 2023 года по ноябрь 2023 года мной было проведено 32 бабл-исследования пациентам с ишемическим инсультом, причина у которых явно не установлена. То есть у них, как правило, это когорта молодых пациентов. И, соответственно, результаты оказались таковыми, что 21 пациент с отрицательным бабл-тестом и аж 11 пациентов с положительным бабл-тестом. Если до проведения данного исследования все эти пациенты пошли бы в когорту недиагностированных инсультов криптогенных, но уже у нас статистику 11 инсультов могли пойти в когорту кардиомболического подтипа. Давайте подробнее поговорим, что такое бабл-стадии. Ну и пациенту, собственно говоря, было решено провести бабл-тест. Это микропузырьковый тест. Пузырьки формируются путем смешивания 9 мл физиологического раствора, 1 мл крови пациента и 1 мл воздуха. Для проведения исследования много оборудования не надо. Надо лишь 2 шприца, 3-х просветный краник и, соответственно, катетер. Желательно 18G. И катетер должен поставиться в крупную кубитальную вену для одномоментного введения раствора. Тут на слайде справа представлена кинопетля того, как проводится смешение растворов. Конечно же, оно проводится непосредственно у пациента, а не над раковиной. Для примера было записано. Пациенту ставится катетер, подсоединяется порт-система. Ну и проводится, скажем так, взбалтывание растворов до образования микропузырьков. А в это время ассистент, ну либо врач, садится за ультразвуковой аппарат и выводит позицию 4-х камеру на апикальную, где представлены два предсердия и два желудочка. На данном слайде представлены два разных пациента. Слева представлен пример отрицательного теста. То есть мы видим, когда в момент введения раствора микропузырьков происходит контрастирование правых отделов сердца, полное тугое заполнение их этими микропузырьками. И вот здесь, в области межпредсердной перегородки отсутствует выход этих пузырьков в левые отделы сердца. Таким образом, этот тест отрицательный. А вот пример данного пациента. Мы здесь видим, что во время проведения теста у него происходит контрастирование также правых отделов сердца. Но тут же появляются мелкие пузырьки в левом предсердии, затем в левом желудочке. И они, конечно же, идут в аорту. После проведения пробы вальсальвы, когда пациента просят сделать глубокий вдох и задержать дыхание, в моменте исследования количество этих пузырьков значительно увеличивается. Это говорит о гемодинамической значимости право-левого шунта. Соответственно, таким образом пациента тест положительный. Учитывая положительный тест, пациенту выставляется следующий диагноз. Малая аномалия развития сердца, открытое овальное окно, патологический право-левый сброс, шум средней степени тяжести. Учитывая молодой возраст, исключение прочих причин инсульта, с целью профилактики повторного эмболического события, пациенту оформлена телемедицинская консультация в НИЦ Мишалкино, город Новосибирь, с целью решения вопроса о постановке окклюдера в области межпредсердной перегородки. Ответ пришел положительный. И пациенту направили список обследований для дальнейшей госпитализации в федеральный центр. Ну и, соответственно, мы узнаем, что 14 марта 2024 года пациенту проведено транскатетерное закрытие открытого овального окна в НИЦ Мишалкино. Ну вот здесь представлено схематическое изображение того, как эта процедура проводится. То есть врач, рентгенхирург, заходит по венозной сети, доходит до правых отделов сердца, и путем катетера проходит вот это вот сообщение открытое овальное окно. И ставится, собственно говоря, окклюдер, который закрывает сообщение между предсердиями. Следует еще сказать, что помимо ишемического инсульта открытое овальное окно может вызывать такие состояния, как прочие парадоксальные эмболии, эмболии в артерии рук, ног, соответственно, вызывать некроз, фаланг пальцев. Также, по некоторым данным, определенный процент пациентов с мигренозной головной болью их тоже можно обследовать на открытое овальное окно и при исключении прочих причин также направлять на мини-инвазивное лечение. В настоящий момент исследование еще активно продолжается, но уже европейскими и американскими коллегами вводятся гайдлайны для того, чтобы понять, как поступать с такими пациентами, у которых зарегистрирована парадоксальная эмболия. Следует отметить то, что для диагностики парадоксальной эмболии одного исследования bubble study при трансторакальном проведении кардиографии недостаточно. Таким пациентам должно проводиться при положительном трансторакальном тесте либо транскраниальной дополиурографии с микроэмболодетекцией, которая также подтверждает наличие шунта, либо в том числе проведение через пищеводные эхокардиографии, также, возможно, усиленные введением раствора микропузырьков, где более детально оценивается уже непосредственно шунт, его размеры, продолжительность хода канала. И только лишь при подтверждении через пищеводном такие пациенты могут подтвергаться дальнейшему рассмотрению консилиума специалистов. На самом деле, вот просто так это решение по постановке окклюдера в области межпредсердной перегородки не применяется. Там нужно рассмотреть все риски за и против, взвесить их, и только потом консилиум из врачей, состоящих из невролога, кардиолога, кардиохирурга, рентген-эндовоскулярного хирурга приходит к решению о том, сопоставима ли польза и риск от вмешательства. Поскольку, учитывая инвазивность данной процедуры, это может вызвать огромные риски для пациента, в том числе в дальнейшем в развитии наджелудочковых нарушений ритма, развитии фибрилляции предсердий. Поэтому в федеральных центрах, я думаю, это решение проводится путем мультидисциплинарной бригады. Стоит отметить, что данный подход должен проводиться, как мне кажется, во всех первично-сосудистых отделениях, в региональных судистых центрах, где происходит диагностика и лечение пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения с целью дальнейшего их направления на инвазивное вмешательство и рассмотрение возможностей и вообще необходимости в этом. Ну и, собственно говоря, не зря у нас в стандартах, скажем так, в стандартах отделения неврологии числится, во-первых, аппарат по микроэмбалодетекции, во-вторых, через пищеводную кардиографию, как раз таки для диагностики пациентов с данной патологией. Ну, в Иркутской области, к сожалению, общался с коллегами из Иркутской областной больницы, там такое исследование не проводят в инсультных отделениях, ну и, соответственно, в наших стационарах тоже. Но у нас хочется отметить, что у нас в городе появился врач функциональной диагностики, русская Наталья Леонидовна, из клиники Медграфт. Это специалист отличный, с большим, с огромным опытом. Она к нам приехала из федерального центра Красноярска, где занималась как раз таки исследованием сердечно-судистой системы. Она очень замечательно проводит эхокардиографию и, соответственно, она тоже владеет методикой проведения бабл-теста. Так что вопрос остается открытым, спрос рождает предложение. Можно, в принципе, будет выйти на клинику Медграфт, поговорить с руководством. Если, допустим, Наталья Леонидовна возьмется за проведение данных тестов, то тогда можно будет пациентов направлять из первично-судистых отделений уже, скажем так, в реабилитационном этапе на данные исследования и дальше более развернутую диагностику для того, чтобы им вовремя оказать вторичную профилактику с целью уменьшения повторных инсультов. Спасибо за внимание.